лабадена лабадена это одно из трех слов которые по-литовски знаю вы по-русски можете разговаривать могу а вы белорусскую мовую я по-белорусскую так самый белорус с беларуси не я литовец но я понимаю белорусский а я могу разговаривать по белорусску так коли вы разумеете добро я разумею но не разговариваю добро могу по белорусску добро вечер добрый як ваши справы все нормально чисто добже вы из вильнюса так а спаланге паланге я был бывал и в паланге и в клайпеде вильнее прыгожие городы но я вы везде в литве бывало вильнюсе каунасе ушавляя и в палитусе и в варенье и поневежесе а террас где в минске минске шас так зараз с минскому минске сижу як вы ставитеся до гэтой бойки якая отбывается в украине зараз как не нормально как можно воспринимать войну страшно дурно глупо вообще как идиотизм иди идиотический спектакль смотрю россия сошла с ума а все тут как нормальный человек нормально мыслище это воспринимать может только однозначно не поступать а як там у литуве не як допомагают украинцам так конечно у нас паланге 15 тысяч жителей приняли тысячи украинцев каждый пятнадцатый шестнадцатый это украинец сейчас паланге и яны не отъезжаете так и живучи и гэты брат принял сразу в марте приехали две женщины с николаева с тремя детьми одна одна поехала до дому другая еще засталась говорит может уже поедем украину говорит к отцу нет я буду скучать по тете беру тебя так что принял отдал брать третий этаж весь семьями бесплатно там живут а и якут литва цалкам относится я маю на увазе якут правительство что робить кап такие люди и правительство это однозначно воспринимают как беду и принимает украинцев и поддерживает украину даже литовцы мне кажется первые собирать начали на на вооружение на 1 барах тату литовские жители поддерживаем чем можем анима страху что россия может и на литву напасть и нек с беларуси например вот вы мечуете вопрос лучшему я это не глупая ж не ведущих у вас там отбывается как сказать украине уже зубы обломали куда на нато это смешно это вообще даже не воспринимать они же сами знают что только рыпнутся будет все сразу конец на станет так что даже вот сейчас ну как сказать америка конечно выиграет из этого сейчас эстония латвия литва и польша заказала в общем количестве слухи марса а я вот зараз размавлял с тремя хлопцами с тракая они говорят что вельметанное стал электричество и казали ранее мы платили 30 и 40 евро за 1 80 что они там дорожейшие работа дорожейшая и ага еще очень вельме дорого стало жить все вы где дешево во всей европе тоже самое два три раза четыре раза поднялась цены на электричество и что в украине вообще нет электричество разбивают все станции здравые здравые люди понимают что такое третья мировая война которая на происходит она не объявлена на она происходит фактически перераздел экономик перераздел как сказать финансов потоков товаров и все остальное газ терминалы строится и все остальное но будет временно я так думаю год-два будет такие осложнения потом все все образуется я не думаю что россия протянет долго этот бардак и вы вы готовы тревать в этой гады так ну терпеть вы какую службу белоруссии представляете у вас вопросы знаете как я как журналисты с белорусского и правды какой-нибудь нет мне просто текава вы башайте каля ласка каля я так выгляжу ваш смех очень я чему гэта пытаю потому что только что я размавлял с тремя хлопцами гэта правда строка я кие говорили что гэта вельме дужа им не подобается что на их кому нравится только тупые не при не понимают причина следственной связи от чего это происходит я так вот и всюду хватает и в литве и в белоруссии в россии как сказать пропорции может только меняться а ватников хватает они воспринимают это очень поверхностные не прямая не понимают причину конечно есть и и как сказать и бизнесмены на этом делают деньги то же самое что что подорожало там именно 30 40 процентов цены подняли на 60 80 но есть как всегда в бизнесе но это это жизнь такая просто одни по одному воспринимает другие деньги делает на этом но это всегда было и всегда будет ну хорошие люди плохие это это всегда было и будет и дураков хватит и умных людей пропорции только сколько сколько гражданского общества например в литве и в белоруссии это в основном это критическая масса здравых людей или дураков все же это меня и клопотить как спельнота людская у литве не стала потраповаться своего правительства как нечто изменилось а давайте как у венгрия это отбывается наприклад есть вопросы всегда в венгрии она всегда была такая интересная для меня я не могу сказать потому что я не выяснял этот вопрос но мне венгрия вообще интересная такая цыганская страна и интересная потому что я как бы и недовольство венгров самые первые практически 56 году был эти венгерские в советском союзе не модели войска будапешт польша только в 69 было да мне кажется чехия или 68 чехия была венгеры первые но они как-то с россией очень так близко сходится орбан там такой мини путин венгрии это дело такие политика она не не нам очень много вопросов и германии франции к италии есть этот блок например беларусь но пока что является оккупированная держава уже государственности как и не существует батька уже полностью отдался путину и фактически только и единственное что и на вас еще как-то спасает что он от виселицы в гаге это что он не переступил границу с украиной еще боится мне что-то вспомнился старый анекдот из восьмидесятых вот вы я спросил не боитесь ли что на литву россия нападет вспомнился старый анекдот из восьмидесятых я так понимаю у вас там сейчас ландсбергес министр иностранных дел из меня не изменяет память да внук да был с премьер-министром литвы или кем он там у вас был этот ландсбергес в конце восьмидесятых и был такой анекдот что в ли в литве как у вас парламент называется извините сеймос сеймос вот всей массе предложение давайте объявим советскому союзу войну потому что ну вот франция напала советский союз проиграла и как сейчас живет германия напала на советский союз проиграла и вот как живет давайте и мы объявим войну проиграем будем офигенно жить ну и все голосуют за и только ландсбергес против ему говорят почему вы против голосует а вдруг мы выиграем так вот и здесь может быть украина выиграет россии не все так хорошо будет извините старый не смешной анекдот просто почему-то вспомнилось из конца восьмидесятых я у ландсбергеса учился в вильнюсской консерватории музыкант по образованию один один год был заграничная музыка курс а какая у вас специализация у меня двойная специализация бербиня такой литовский народный инструмент симфоническое дирижирование дирижер видимо вы как дирижер больше нет я как бизнесмен больше музыку закинул в 90 это было как сказать в принципе кушать надо было семья музыку вообще выбросил потом вернулся сейчас я тоже свое удовольствие оставил знаете когда я был в клайпеде мы там разговаривали с официантом молодой пацан был он говорил что где-то 25 процентов на сено это так это было это был шестнадцатый год это уже давно было шесть лет назад по 25 процентов населения литвы выехала на заработки за рубеж евросов европейском союзе ну интересно поменялось сейчас как она я просто помню что он говорил что они зарабатывают чтобы вернуться в литве жить обратно по всякому есть но есть понимаете смысл в чем ну как человек свободный если ты свободным в своем выборе вот например мои друзья я даже про свою семью не буду говорить у меня сын живет в чихаго работают финансовые сферы дочь вторая живет в лондоне уже девять лет медсестрой работает в клинике в реанимации новорожден в литве обычная медсестра не заработает три тысячи три с половиной тысячи фунтов стерлингов в месяц никак ее выбор такой по образованию по она там еще имеет присматривать детей молодая девушка берется частные присмотр детей доходы 5-6 тысяч фунтов стерлингов в месяц но так и в литве этого пока что невозможно такие экономически если ты как сказать этим можешь заняться и твоя башка варит до такого зачем тебе работать за 700 800 или за 1000 евро там когда ты можешь заработать 5-6 раз лучше а в принципе сейчас мир становится таким мультикультурным что что ты без проблем она может себе позволить зато 5-6 раз в год перелететь сюда в литву к родителям и все остальное сейчас вообще телефон взял позвонил и по видео skype с женой разговаривает по два-три часа в день да я согласен причин для этого беспокойства люди передвигаются хочешь ехать в россию езжай в россию хочешь в америку езжай в америку хочешь ли тебе быть то же самое строители там но если так брать есть руки но здесь не платят столько денег он считает но мне в литве строителям работать четыре месяца или за два за норвегия те же деньги получу так логично что они едут до зарабатывает возвращаются и все остальное ну вот это меня интересовало то есть люди возвращаются все равно в литву жить и живут в литве конечно там там в литве же приезжает вот летом особенно паланга вот такой город как уротный город я же вижу полно машин сразу появляется с английскими датскими норвежскими и шведскими номерами и видя что это не шведы не дни а именно литовцы приезжает себе на родину и тут сколько я я бизнесом тоже занимаю торгую бытовой техникой знаю сколько клиентов которые работают там в разных странах а дома строят здесь оборудовать их везем вот например то же самое мне вчера был клиент даже я не знаю с какой страны он звонил я с ним встретился на телефон его было под но кажется не германский ну как даже не скажу вайбер пар вайберу или ватсап ну неважно это вообще не неважно потому что ну сказать литовцы такая нация что она было большое количество эмиграции 19 веке и 20 веке и первую мировую войну его вторую мировую войну уехал много людей сбежали когда немцы уже отходили практически они знали что такое советский союз когда вывезли в сороковом году много в сибирь депортации не хотели уже остаться здесь много бежало людей а ты сороковые года миграция большая была если смотреть на знаю мне кажется больше литовцев живет за границей чем в литве если которые называют себя литовцами скажем так корнями ну еще по последний вопрос такой немножко странным ну мне кажется это было бы но интересно всяком случае вот как бы вы отнеслись к объединению белоруси и литвы очень нормально же джекосполита было и белорусы были больше в литовском княжестве с чем чем в россии вот была великая княжества литовская будет великая республика литовская например не обязательно литовская я думаю передел восточной европы все равно происходит и эта война украины с россией практически углубила вот эти связи польши украины белоруси но она сейчас за себя вообще не может как сказать при этом режиме за что-то что-то говорить потому что литва латвия эстония чехия я думаю слове и словакия эти все восточно-восточно европейские страны практически я думаю будет объединение в будущем какой то есть перспектива потому что старая европа как-то она и не хочет быстрой победы вот это и конфликт происходит потому что поляки прибалтийские республики все хотят быстрой победы украины над более мощная европа сдерживает как-то украину не хочет что они в одни ворота в россию сейчас помяла и и как сказать и стала бы одним из ключевых и вот это танец англичане американцы вот если этот союз и выбросит чего германия и франция италия боится что и сюда придут американцы в принципе англосакс кеме из-за чего вышло вот интересный очень документ есть которые причины выхода англии с евросоюза там на 15 листах очень интересная есть они указали все причины вот именно этот подлость зависимость германия от россии тотальная постоянное лизание путину задницы англичан и одна из причины это было и все остальное не видели уже что это происходит и что что это добру не приведет как скажем есть геополитика такая большая которая происходит сейчас в эти дни и я думаю после после войны это это будет какой-то раздел европы по интересам раздел европы папа по этому как они себя вели в эту войну именно я думаю что американское английское присутствие будет побольше что ясно понятно ну спасибо за интересный разговор и сигару и хорошего вечера и пола рос живи вечно великой дяты ну и все ребят на этом я думаю что достаточно сегодня стрима было много интересных разговоров мне понравилось всяком случае ничего так пообщались вон след хотя литовцев довольно много и среди как нормально общение было